Божечки, как же я давно никуда не летала. Привет, аэропорт. В этот раз я расскажу вам о поездке в Пятигорск, Краснодар и Лазаревское. Я когда сдаю багаж, у меня такое чувство, что я что-то забыла. Просто. Мне повезло, и в этот раз я ухожу. Просто город таксистов. Итак, я в Пятигорске, рядом прикольный граффити, и вот где-то вот там гора. Я трогаю гору, а вы нет. Ха! Это детский кукольный театр. Одно из зданий, которое мне попало на глаз. Симпатично, красиво. В основном, вот это как бы центральная улица. Тут периодически ездят тачки с очень громко включенной музыкой и полностью открытыми окнами. Ну, как бы, все. А еще весь день идет дождь. И завтра дождь. Просто дождь. История Вильнюса продолжается. А, блядь, нет, не совсем. Еще тут по говну иду. Короче, скоро будет видюшка о том, как я стою на вершине и очень сильно матерюсь. Короче, до той горы мы сегодня не добрались. А у меня все ноги в гавне. И мокренькая кисонька, кисонька. Третья попытка подняться на горы. Надеюсь, хоть сегодня она увенчается успехом, потому что небо вроде как голубое и дождя не предвидится. Прошло минут 15-20. Мы шли в горку, сейчас продолжаем идти в горку. Где гребаные фуникулеры? Где он? Очереди. Очереди. Это ужас. Самое большое разочарование. Но мы добрались. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего в Пятигорске две основные достопримечательности. Одна из которых как раз-таки гора Машук, а вторая провал. До второй я не смогла, к сожалению, добраться. Пятигорск мне не особо понравился. Для меня это достаточно маленький город. И единственное, да, там природа, конечно, красивая, но тоже особо смотреть не на что. Ночью приехали в Краснодар. И тут очень жарко, максимально жарко. Посмотрим, что будет дальше. Первое мнение о Краснодаре. Он довольно-таки большой. Здесь очень жарко и душно. И в каждом районе очень много однотипных магазинов и ателье и всего-всего-всего. Поэтому в первые же выходные мы поехали в Лазаревское. Сегодня восьмое. Со второго раза мы все-таки добрались до моря. Ну, как добрались? Вот. Пока еще добираемся. Очень много народа. Прям вообще. Бэээ. С количеством времени народа все больше и больше. Все просто прибавляется. Но везде, как обычно, пахлава, черчхела, рыба, пиво. Еще кукурузу не видела пока. Когда просто некуда посмотреть или встать. Вот оно, Черное море. Вечером мы пошли в парк развлечений. Спойлер, я ни на чем не каталась. На самом деле, это колесо обозрения очень стремно выглядит. Скажем так, очень старое. Я бы туда даже не залезла. На следующий день был активный отдых. Мы решили подняться в Крабово ущелье. Пока это выглядит как-то так. Поход в лесу на гору. И вход платный. Сторб лишь человек. Фига тут леоны. Ну, как бы это то самое ущелье. Представим, что здесь вода. И водопахатики. Крабовый каньон. Спускаемся вот сюда. Идем и смотрим на белые камни без воды. Еще там есть мост с желанием. Главное не наебнуться. Это какие-то нереальные стрекозы. Они офигительно красивые. Они похожи на бабочек. Это ущелье с другой стороны. Главное, сейчас не упадет. Выглядит, конечно, кайфно. Как Ксюша в купель заходила. Что такое? Как море. Видишь, там не глубоко. Аккуратненько. Вода была действительно холодная. Зато Моська довольная. Мы добрались до очередного водопадика. Тут очень неприятная вода, но очень красиво. Просто вау. И народа нет, потому что сюда очень по-дебильному подниматься. Сквозь камни, дебри и вот это вот все. По возвращению в Краснодар вечерами мы гуляли. Красная улица, центральная. Ну, в принципе, ничего особенного. Там везде магазин, а здесь типа такого скверчика. Боливарчика. Передвигаемся к острову. Что мне действительно понравилось, так это офигительный зоопарк. К сожалению, из-за того, что мы были вечером, у меня нет нормальных, хороших видео из зоопарка. Но он сделан действительно качественно и классно. Только ниди ко мне, пожалуй. Там, получается, животные находятся настолько вблизи, что некоторые даже в открытых вольерах, например, как птицы, которые могут взлететь и сидеть рядом с вами. В Краснодаре река пересохла, и она очень-очень сильно воняет тиной. Зато набережная сделана вообще классно. В Краснодаре единственное мне понравилось и зоопарк, хотя я не любительница их. А город оставил впечатление грязного, обычного маленького городка России, хотя сам по себе он очень большой. Офигительная очередь на досмотр. Кстати, небольшой лайфхак для жителей Москвы и прилетающих с аэропорта Домодедово. Если ехать на маршрутки, оплачивайте карты. Это уходит рублей на 20 дешевле. Это главный парк, Красный. Это не парк. Это как парк. Это бульвар, блядь. Александровский бульвар. Это главная письма. Это Красная улица. Центральная улица. Центральная улица. Продолжение следует...